Всем привет! Я сегодня была на педикюре в Visage Concept, и мне там все очень понравилось. Там есть одна девушка, если кто-то из Махачкалы, и вы попадете на маникюр-педикюр в Visage Concept, обязательно попросите комплементарный массаж, который делает Решедат. Это просто что-то потрясающее. Я уже когда-то рассказывала, но просто руки ее, они... Я не могу найти правильных слов нужных, потому что, когда она просто прикасается, это уже какой-то релакс. Настолько она расслабляет. Я, наверное, могла бы за ты час рассказывать о том, какой приятный массаж, и какой красивый педикюр я выбрала на продуктах Зелинский. Я уже рассказывала тоже о Зелинске. Израильская марка, очень приятная. Я же еще вчера не рассказывала, что было. Вчера я купила тени Tom Ford Visage. Нужно было начать мне с этого, визаж-концепте. В общем, так, мне... Помните, я вам показывала тени? Не так давно, наверное, в прошлом видео. Я столько видео сняла, я уже их выкладываю три раза в неделю, не успеваю выкладывать. Минк Мираж. Вот эти. И посоветую Юлию. Это бьюти-блогер тоже. Бывают такие бьюти-блогеры, которые советуют... Делимся мы чем-то. Таких очень мало. Которые могут поделиться своей публикой даже. Где-то отметить. Если меня смотрит кто-нибудь из бьюти-блогеров или у вас знакомые, я бы хотела сделать взаимные репосты в Инстаграме. Мне кажется, это хорошее продвижение. И именно целевой аудитории. Так как я не могу сделать продвижение сама своего аккаунта, потому что получилось так, что он мне почему-то не принадлежит. Мне пишут, что я не имею прав на него. Это очень странно. Я даже не знаю, к кому обратиться. Но тем не менее, факт остается фактом. Вот так вот 6 лет я делала свой Инстаграм, создавала. И он оказался, что не мой вообще. Кому принадлежат права, я так и не поняла. Ну, в общем, такая у меня к вам просьба. Давайте вернемся во вчерашний день, когда я зашла в концепты и купила эти тени. Минк Мираж. И Юлия мне сказала, обратите внимание еще на тени. Моно тени кремовые номер 05. Казино. Я... Вот бывает такое. Когда увидела, видимо, эти Минк Мираж, я обо всем забыла. И забыла, что она мне советовала посмотреть на них. Думаю, ну ладно, пойду еще раз визаж и посмотрю. Пришла специально для этого. И увидела эти тени. 05 Казино. Вот так они выглядят. Мне там кучу пробничков подарили. Но я показывала в сторис, не буду отвлекаться. Вот такие вот тени. Кремовые. И какой красивый оттенок. Посмотрите. Особенно, когда на него смотришь под правильным цветом. Все-таки, когда он уже несколько использован, затерт, это не то ощущение. Если вы захотите купить, попросите показать вам именно вот такие новые. Пусть откроют. Потому что они на самом деле потрясающие. Но не сразу я в них влюбилась. Я их нанесла на руку, посмотрела. И мне не понравился цвет абсолютно. А когда я уже нанесла на глаз, тогда я увидела их красоту. Я говорю, ну все-таки давайте на глаз посмотрим. И это было потрясающе красиво. Будет либо макияж, либо я буду снимать и скажу, что у меня на глазах он, этот оттенок. Но пока я просто пришла, у меня совсем другие тени. Не буду туда добавлять. Вот. И когда я стала смотреть эти тени 05 казино, мне Зарема, есть такая девочка хорошая в визаж концепте, посоветовала еще одни тени. Даже не посоветовала. Она говорит, ой, я думала вот эти. Вот эти такие у нас популярные, такие красивые. Я говорю, ну давайте тоже посмотрю. Нанесла одни сюда, одни сюда. Вроде бы все проголосовали за 05 казино. Но я пришла домой, мне не давали покоя тени 09 Бенгал. Бенгал, как они называются. Я переспала с этой мыслью. На следующий день я была записана на педикюр. Я побежала в визаж и знала уже точно, что куплю эти тени. Но когда я пришла, у меня такая история, как знаете, в дуке яйцо, в яйце игла, вот примерно так же. И в общем я. Пока смотрела вот эти тени, еще раз я их все-таки захотела протестировать, потому что то был вечер, а я пришла днем. Захотела обсудить, как они смотрятся днем. Нанесла, мне тоже они понравились. Ну немного показались другими, но все равно не менее красивыми. И мне говорит та же Зарема. Мару, а вы не хотели бы посмотреть? Вот такие тени я сегодня увидела на коллеге. И на ней так роскошно, просто очень красиво. Я говорю, ну покажите, что за тени. И она мне показывает. Это были 0,2 тени. Кремовые тени тоже. Но это были больше как база. А я как раз хотела такие тени купить, именно вот базовые. Просто я не находила нужного оттенка. Вы знаете, когда вот не красишься, а чтобы закрыть. Вот тут вены часто бывают, у многих проглядывают. Вот, чтобы просто был красивый ровный фон и черная стрелка тем же лайнером от Тома Форда. Это очень красиво. Я говорю, да, я как раз хотела. Она мне показала, и на ее веках как раз тоже были они нанесены. Я нанесла и себе и снова влюбилась. Вот я сюда их нанесла. Ну, это, видите, у меня глаза по-разному накрашены. Здесь есть, здесь нет. Ну, я говорю, что делать, придется взять и те, и другие. Она говорит, точно, я говорю, да. Я говорю, давайте посмотрим, есть ли они в наличии. Оказалось, что 0,2 вот эти, про которые я говорю, как база, они есть. А 0,9 не оказалось. Я покажу вам сейчас вот эти 0,2. Вот, точно так же они выглядят. Это кремовые тени. Посмотрите, какой красивый, благородный оттенок. И действительно, он роскошный. Потому что, ну, я такого оттенка не помню в других марках. Он безумно красив. Просто это абсолютная правда. Я купила и говорю, но все-таки я хочу 0,9, потому что я за ним шла. А, подождите, мне еще подарили тут много-много подарков. Ну, такие подарочки. Это духи. Целый, уже флакон собрала, наверное, на этих пробниках. Она позвонила в визаж, то есть из визажа концепта. Я поехала в визаж холл, и там они были. Она сказала, одна штучка. Кстати, 0,5 Казино тоже были одни. Я последние везде скупила. И для меня отложила. Там уже была Амина, которую я тоже знаю. Я о ней не раз говорила. Это менеджер Тома Форда на Корнери Том Форд. И она мне отложила. И мы с ней попили кофе, посидели, побеседовали. Целый час, наверное, я там была. Очень приятно. Купила вот эти 0,9 Бенгалф. Сейчас я покажу вам и их. Вот так вот с легкой руки Юлии у меня оказалось столько теней. Посмотрите, какие красивые эти. Вот если их вместе использовать с 0,2, потом вот эти 0,9, это очень будет красиво. То есть это будет абсолютно нюдовый, нейтральный макияж. Очень красиво. Он подходит как к молодым, очень молодым даже. И тем, кто работает в офисе, и очень взрослым девушкам. Вот всем подойдет этот оттенок. Обратите внимание, я очень советую. Кстати, вот эти 0,2 с самого утра на Зариме, это уже было 3 часа, наверное, 4 час, да. Они вообще не скатались. Это очень хорошо, как оттени не скатываются. То есть это такая хорошая база. Ну, в общем, теперь у меня есть 3 разных оттенка. Вот они. Я вообще сейчас вам покажу. Мне как-то так вот переехал визаж немножко сюда на мою полочку. И мне это приятно. Я уже теперь не смогу, наверное, сказать про себя, что я не любительница марки Том Форд, потому что было бы глупо отрицать очевидное. Вот, знаете, так получилось. Очень часто такое бывает. Я еще вам забыла показать вот такие пакетики. У меня пакетик такой в первый раз. Помните, они все такие бывают? Не такой формы просто. Вот такие. А этот вот такой длинненький. Здесь написано, вы прекрасно. Очень приятно. И еще, что хорошо, вот эти пакеты с заботой о природе, потому что это просто бумага, бумажные пакеты. Тут не то ждали подарочки. Опять-таки мужской и Диор. И еще и Стеллаудер. Я, наверное, единственный человек, у которого и Стеллаудер не было тонального. Вот попробую. Я очень хотела, потому что я слышала, ну, и видела даже очень красиво лежит, но у меня у самой не было его. И мне его даже советовала девушка одна. Вот я сейчас попробую. Ну, это еще не все, пока мы там с Аминой сидели. Ко мне подошла девушка с марки Ламер. Я уже развязала, такой был красивый бантик. И подарила мне новинки. И это небольшие пробнички. Вот. Это восстанавливающая сыворотка, а это крем увлажняющий холодный гель-крем. У меня его тоже никогда не было. Вот это я точно знаю новинка. А вот про гель я не знаю. Может быть, не новинка, но я, по крайней мере, его никогда не видела и не знала. Вот. О нем тоже расскажу. Тоже такие красивые упаковочки, приятные. Сейчас покажу этот крем. А вот упаковка у Ламер точно такая же, как у большого крема. Вот. Когда я протестирую эти продукты, я вам тоже обязательно об этом расскажу. Мы с вами, наверное, не остановимся только на новинках. Я вам расскажу про вот это средство. Потому что уже сейчас я могу вам оставить отзыв. Скажу, что и как. Это Аквамус. Аквамус от Джеймса Рида. Наношу я его вот этой перчаткой каждый вечер. Такая приятная перчатка. Очень приятная. Внутри она вот такая. Я уже показывала, чтобы не промокало. Наношу сюда мусс и на кожу. Легко распределяется, очень быстро. Абсолютно нет никаких претензий. Он не пахнет так, как все пахнут. Неприятно. Автозагары. Вообще такого нет. Пахнет очень хорошо. И самое главное, цвет. Очень хороший, правильный цвет. Цвет загара. Не противный вот этот цвет желтизны. Я уже говорила, который был от кокосового бальзама. Это было очень неприятно. А вот мусс мне очень понравился. Действительно классный. Можно его покупать, если вы хотите загорать. Кроме того, не обязательно будет загорелым именно летом. Многие любят темную кожу и зимой, когда невозможно загореть на солнце. Тогда вот нам на помощь придут эти автозагары. Повторюсь, пожалуй, еще раз, что если вот так вот вы видите. Видите, здесь сначала толстая полоска сплошная, потом идет, идет, идет. И совсем тоненький. Это значит постепенный загар. Можно даже наслаивать этот мусс. И вы постепенно, постепенно приходите к тому оттенку, который вам нужен. То есть вы не проснетесь в один прекрасный день и черное или желтое, как от того крема. А здесь будет все так постепенно. В общем, я его советую. Если вы хотите загореть, не знаете, с помощью какого средства вам нужно загорать, выбирайте James Reed. Я вам показывала еще Tan Luxe Face. Вот еще это средство. И вот это. Это два моих любимчика. У меня тоже здесь оттенок Light Medium. Тоже постепенный загар. Я пользуюсь для лица. Вот это на тело. Я еще специально так сделала. Это видно сейчас. Смотрю. Я нанесла только вот так на руки, а здесь не наносила. Видите, какая разница? Вот. И цвет очень красивый. Вот. Так вам наглядно показала. Сегодня я сюда обязательно нанесу, потому что это, конечно, некрасиво. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.